здравствуйте дорогие друзья сегодня вас ждет весьма необычная программа потому что ко мне в студию пришли гости и не один человек как это обычно бывает а сразу четверо все мои сегодняшние собеседники виртуозные музыканты которые представляют один совершенно уникальный творческий коллектив который за 15 лет своего существования дал почти тысячу концертов и объездил с гастролями весь земной шар выступая и среди якутской вечной мерзлоты и среди австралийской пустыни и даже среди бразильских пампасов этот коллектив который несмотря на классическое образование полученное всеми его участниками ломает сегодня какие бы то ни было стереотипы потому что исполняет со сцены любую музыку от рока до барокко и от брамса до битлз встречайте у нас в студии виолончельный квартет расстрелли здравствуйте приятно видеть вас торонто гостя в канаде вы здесь бываете не часто прежде чем мы начнем нашу беседу с подробностями и о профессиональной может быть и каких-то личных моментах мне бы хотелось попросить вас просто буквально несколько слов представить себя и сказать как вас зовут какая ваша роль вашем замечательном квартете меня зовут кирилл тимофеев я со дня основания участник квартета расстрелли родился в петербурге здорово меня зовут кирилл кравцов я номинально считаюсь артистическим директором художественным руководителем принципе у нас конечно демократия но скажем так это демократии руковожу я меня зовут михаил дегтярёв и я в этом квартете играю на вилончели и пишешь музыку и пишу музыку да ну это уже отдельно и сергей драпкин самый пожилой участник этого коллектива занимаюсь аранжировками 15 лет назад 2002 году кирилл кравцов и сергей драпкин встретились и решили создать вот такой коллектив что интересно что в коллектив кирилл привлёк своих учеников если я правильно понимаю михаил и тезку терила так вот мой вопрос прежде всего к вам и к вам михаил когда вы стали участниками этого квартета вот этот барьер учитель ученик он для вас стоял если да то как вы его сломали а может быть он до сих пор стоит не вы знаете дело в том что ну задолго до создания кого ответа мы встретились с кириллом нашим учителем и кирилл сразу же преодолел сам это дистанция учитель ученик что в принципе это очень необычно но с моей точки зрения очень важно мы и друзья и вот связки это конечно нас учат и до сих пор учить и на самом деле это очень важно очень большое счастье если есть человек который рядом и который лучше даже забирается чем ты вот своем деле это потрясающе дистанции нету есть уважение значит такая гонка вообще постоянно после я стартовал на какое-то время раньше да это всем как бы развиваешься развиваешься передаешь а за тобой прям затылок там все время подтягиваются и заставляют тебя опять искать новые решения продвигаться дальше потому что это бесконечный процесс саморазвития и как бы моя задача как локомотива этого коллектива не останавливаться потому что как только я останавливаюсь меня догонят и может быть перегонят а мне надо тоже все время набирать вот эту скорость потому что знаете вот счастье нашей профессии в том что нет того конечного этапа который ты вот как например в хоккей ты выиграл кубок стены да ну ты можешь выиграть еще раз и еще раз но это будет повторение а в музыке конечно это великое счастье того что нету конца вообще его не видно и я надеюсь что до смерти будем развиваться продолжать на пока руки смогут держать инструмент будешь продолжать развиваться интересно еще феномен происходит в связи с тем что мы знакомы уже очень много лет и конечно когда разница между 16-летним парнем а те тогда было двадцать четыре да это гораздо больше чем сейчас человеческое но соотношение сил конечно остается в общем в прошлом наверное мы относимся друг другу очень уважительно но с моей стороны кирилл это всегда как бы взгляд такой на очень авторитетного музыканта который может всегда помочь советам и поддержать в каких-то моих людей а возникает ли у вас ну так честно какая-то творческая конкуренция дело в том что мы сейчас делаем большой фильм про бенни гудмана известного так сказать вашего коллегу музыканта правда кларнетиста и вот по отзывам он очень ревностно относился даже к участникам своего ортестра если кто-то привлекал больше внимания публики к себе или просто лучше играл может быть он делал ему всякие мелкие пакости да как бы вот как вы с этим справлять у нас общая цель и здесь конкуренция скорее с тем что извне а не с тем что у нас внутри происходит к разговору бы не гудмане я принципе вырос на его музыке вот у меня было в детстве 13 аудиокассеты очень хорошо помню первый номер у меня был на одной стороне элвис пресли на второй стороне у армстронг а кассета под номером 2 было концерт бенни гудмана в карнеги холл и вот по этому концерту я в принципе параллельно своему классическому образованию учился тому как вообще все надо делать как наделать форму как нужно устраивать ритм и для меня до сих пор это одно из самых выдающихся выступлений вообще в истории мировой музыки я не знаю что говорят но в музыке этого не слышно у него и вот его секстеты квартеты и квинтеты там нет ощущения того что он там лидирует он играл с негритянскими музыкантами один из первых не побоялся их привлекать и lionel hampton и charlie christian на гитаре и тэдди уилсон на рояле что для меня было важно что он just начал играть как камерную музыку и там все четыре инструмента были абсолютно равнозначными то есть возможно в карьере в бизнесе там что-то и происходило но на сцене этого не слышно совершенно и к этому надо стремиться вообще все музыканты здорово скажите вот 15 лет вместе и уникальный случай в общем то так сказать в шоу-бизнесе в целом да не так много коллективов у которых неизменный состав не то что имя не меняется вот те же участники на протяжении 15 лет это горит о какой-то но невероятной психологической совместимости как минимум то есть люди тратят миллионы создавая капсулы да и подправляют людей чтобы они притерлись до перед полетом на марс я так понимаю что вас можно отправлять уже вот прямо сейчас какие секреты психологической совместимости ведь разные ситуации я скажу меня очень часто спрашивают вы когда даю мастер-классы мне спрашивают что главное какой успех в чем секрет успеха вообще вот вашего коллектива в чем почему это работает и так далее я говорю ребятам вот если вы создаете квартет вам не обязательно нужны выдающиеся музыканты вам нужны люди с которыми у вас будет одинаковая психологическая аура и одинаковая безумная любовь к музыке это два фактора из которых можно сделать все что угодно тебе не нужен тебе нужно четыре растроповича во первых это не будет работать потому что у каждого своя химия тебе надо подбирать людей именно по человеческим качествам и чтобы совпадала вот это вот химическая штучка которая словами невозможно объяснить тебе должно быть комфортно в присутствии этого человека потому что тебе придется с ним сидеть месяц в машине иногда по гастролям 30 дней подряд и вот эта психологическая совместимость и в первую очередь в первую очередь в коре первую очередь это любовь к музыке потому что научиться друг у друга можно чему угодно и должно быть просто одно желание как только человек останавливается развитие коллектив распадается вот это мое мнение потому что люди когда уходили в другие коллективы и создавали свои собственные это означало то что та химия которая сложилась коллективе она разломалась так было с битлз так было с массой групп которые замечательно начинали и потом люди уходили заниматься сольными карьерами мне казалось что просто ломалась эта химия вообще вот на ваш взгляд для успеха ведь огромное количество музыкантов вот что важнее все эти мастерство музыканта как такового или необычная обертка для которую придумаете для своего репертуара вот что здесь главнее обертка не сработает никогда тут должно быть абсолютно четко верование в то чем ты занимаешься безумная любовь к музыке и убежденность в том что ты должен это делать знаете у меня жена и дети дети немножко занимаются музыку на жена у меня не музыкант но она всегда чувствует когда у нас что-то что-то мы обманываем то есть пьеса пьеса играется вот без отношения истинного к душе и она не является твоей вот наш гуру и учитель георро файден который мы очень много работаем замечательный кларнетист совершенно сказал одну вещь то ты должен играть музыку так как будто ты ее сам написал вот буквально две минуты назад и ты и хочешь поделиться с людьми вот это единственный критерий успеха потому что мастерство конечно прикладывается про него мы просто не говорим это само собой но вот если нет вот этого контакта между душой музыка и передача людям то мне кажется просто не работает знаете вот для меня всегда как обыватель я совершенно не специалист в классической музыке признаюсь уж простите загадка вот я часто читаю в новостях что музыкант с мировым именем вдруг встал и ради скажем так прикола сыграл в нью-йоркском метро или в токийском метро и люди шли не обращали на него никакого внимания это что значит что они не слышат его класс что обывателю просто не нужно вот это мастерство ему важнее все-таки форма чем содержание или вот в чем здесь дело людей не обманешь никогда это всегда чувствуется слушают тебя или нет если ты пустой изнутри или если у нас какие-то ну не сразу не срослось что-то энергетические или как-то мы не музыкой занимаемся просто ног нажимаем это всегда люди на это просто не реагируют люди реагируют только на честную работу на выплеск совместной энергии если этого не происходит у тебя просто не слушают или слушают невнимательно я не думаю что метро просто это подходящий пример потому что я бы сам наверно не заметил если бы там кто-то играл если бы я был погружен в свою жизнь и шел бы мимо все-таки это концертная обстановка она как-то требует какой-то концентрации это же совместная работа и слушатели и исполнители уличная уличные музыканты это вообще самая сложная музыкальная профессия потому что ты должен настолько привлечь внимание людей они тут по своим делам магазин у тебя там те на поезд и вдруг ты слышишь что-то и так остановился остановился послушать это вообще высший пилотаж то есть это настолько сложно потому что на наш концерт и люди приходят уже подготовленные значит у них с определенной к есть установка на сегодняшний вечер ожидания они приходят получить удовольствие или получить что-то для души а тут реально должен удержать людей это безумно трудно это высочайший пилотаж уличный музыкант вообще он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И много раз, когда мы это делали, это было и в Америке часто, и в России, и в Германии, мы видим, как, если честно играешь, если честно к этому относишься, то публика реагирует с удовольствием. Детей не обманешься. Детей не обманешься. Добро пожаловать в Казахстан! Потому что вот это же наше будущее, эти люди, которые будут ходить на наши концерты и на концерты наших коллег, потому что наша задача, это не задача государства их воспитывать, это задача нас, как музыкантов, сделать так, чтобы было интересно, чем мы занимаемся. Они не слышат этого по телевизору, они слышат, что пускай само по себе неплохо, но они должны понимать, что такое живая акустическая музыка, которая идет от сердца к сердцу. А почему волос на смычке белого цвета? А почему волос белого цвета? Очень точный вопрос. Отлично. А почему? А почему на самом деле? А почему нет черного? Вообще, баланчель один из самых, так сказать, не древних, но старинных инструментов, артистровых инструментов, 16 век, по-моему, первое появление инструментов. Вот здесь лежит один из ваших инструментов, специально мы его так положили, очень аккуратно к нему относимся, выглядит как старинный, а вы говорите, что новый. Вообще, на чем лучше играть, на старом или на новом? Ну вот конкретно, вот этот пример мне, конечно, очень нравится. Это веланчель, ей всего лишь, наверное, полтора месяца. Она еще по дадо бэби, она пахнет лаком, она потеет лаком. Вот, но потрясающий инструмент. Скажи, кто его сделал? Сделал Жебран Якуб, наполовину сириец, наполовину петербуржец. У него очень богатая жизнь была. Он, наверное, прожил 3-4 жизни вообще за одну. Был сирийским дипломатом, был менеджером оркестра Баринбойма. Как-то что-то он такой, какой-то секрет знает, что позволяет на ней соревноваться со старыми мастерами. Вообще, много сегодня мастеров в мире, которые делают виолончели? Я думаю, что очень много. Очень много. Но хороших очень мало. Мастеров много, а хороших... Единицы. Я знаю только одну историю, да, это виолончели Страдивари, на которой играл Дюпор, а потом на ней играл Мстислав Леопольевич Ростропович. И есть легенда про этот инструмент, что он был немного поцарапан, потому что якобы когда-то, когда у виолончели не было, вот как называется этот хвостик, на который вы его ставите? Шпиль. Когда не было еще шпиля, и музыканты зажимали ногами, и кроме ног инструменты. И есть легенда, что якобы Наполеон однажды пожелал научиться играть на виолончели, а зажал и поцарапал шпорой. И 33 года на этой виолончели Страдивари играл Ростропович, кстати, где сегодня этот инструмент неизвестный, есть разные слухи. И от Мстислава Леопольевича мне хочется перетянуть мостик к вам, Тирилл, потому что я знаю, что вы встречались с ним. Ведь это, ну, великий музыкант, как бы один из таких маяков в мире виолончельной музыки. Знаете, вот, что касается него, в чем его феномен? Знаете, ну, не просто виолончелист, это совершенно уникальных размеров объем личности и знания музыки. То есть человек совершенно в совершенстве владел роялем, великолепно разбирался в оркестровке, дирижировал. Но в первую очередь совершенно вот фантастический объем энергии, которую он делился со всеми, кто был рядом с ним. То есть вот это вот тот случай, когда, как у солнышка, все вот приходят и греются, его было много, в самом лучшем смысле этого слова, и он все это раздавал направо и налево, только забирай. То есть если у тебя есть здесь и здесь, то вот любой его, даже мастер-класс, который ты сможешь, просто тебе становится тепло, хорошо и хочется заниматься дальше искусством, развиваться дальше. Совершенно уникальная личность именно, я бы не стал его называть феноменчелистом. Он был выдающийся, абсолютно, возможно, самый лучший в истории нашего инструмента, но помимо этого это просто еще была фантастическая глыба человеческая. Полностью с вами согласен. Я еще хочу вспомнить один эпизод. Мы когда-то гуляли с его учеником Давидом Герингасом, наверное, вы знаете тоже, один из великих феноменчелистов. И зашел разговор Ростроповича, который уже 10 лет как умер, и он говорит, ты не представляешь, Сергей, мы у него учимся даже сейчас каждый день. Вообще это было фантастического масштаба личности. Один из вопросов, который я вам хотел задать, вы играете самую разную музыку, то есть вы не делите ее на жанр. Я правильно понимаю, что для вас не существует высокого и низкого? Этого, кстати, не существовало абсолютно и для Мстислава Леопольевича. Один критерий есть в оценке музыки, хорошая или плохая. В немецком языке есть такое понятие у-музик и э-музик, то есть ernsthafte-музик и unterhaltungs-музик. То есть ernsthaft это серьезная музыка и развлекательная. Мне кажется, что это подходит очень хорошо только для магазинов компакт-дисков, чтобы было понятно, в какую сторону идти. Вот там был Армстронг, а здесь Ростропович. Что это для этого? Потому что это понятие классическая музыка, оно вообще очень такое мутное, я бы сказал. Потому что Моцарт, Паганини, Лист – это была поп-музыка в те времена, популярная музыка. И просто со временем отсеивается вот вся вот это вот менее качественное искусство, менее качественная музыка, остается то, что лучше осталось. То же самое, если мы возьмем рок, джаз, массы вот эти все, которые были, которые там были в чартах на первых позициях многие годы. Никто в жизни сейчас уже не вспомнит, кто это такой был. Но остается только то, что называется классикой. И строится она по совершенно тем же самым законам, по каким строится и так называемая классическая музыка. И самая изначальная идея Растрелли была, когда я хотел создать этот коллектив, это чтобы наконец начать играть то, что ты хотел играть всю свою жизнь, но было не с кем. И на Веланчиле это все никто не играл. Просто потребность была играть хорошую музыку, которую ты любишь, вне зависимости от жанров. Какая разница? Я сейчас вспомнил легенду, что Фернслист, когда был на гастролях в Петербурге, он якобы попал случайно где-то в какой-то, может быть, кабачок или какое-то дворянское собрание, где звучала цыганская музыка, концерт цыганского романса. И так заслушался, что опоздал на свое собственное выступление. Вот, кстати, о цыганском романсе и отделении музыки на жанры. Я вспоминаю, я не помню, беседа это была или переписка Шостаковича и Прокофьева, где Шостакович говорил, что цыганский романс это замечательный жанр, он развлекает людей и пусть он будет. На что Прокофьев резко возражал, что это совершенно, так сказать, примитив и ему нет места нигде. Вот вы придерживаетесь, конечно же, точки зрения Дмитрия Дмитриевича, да? Безусловно, только я меня очень удивлен, что Прокофьев-то говорил. Он говорил часто такое. Да? Но сам иногда вкрапляет так, что вообще кажется, что это самое главное представительство. Когда слышал, например, Шопена, уберите эту безобразную музыку. Ну, вообще, мне кажется, что многое из того, что они говорили, не всегда было так, как они думали. Потому что, я думаю, что главным критерием может быть музыка этих людей, которые мы слышим. А там частенько попадаются такие обороты, которые намекают на происхождение некоторых мелодий. Ну, это шло оттуда. Да, конечно. Я вспоминаю Ростроповича и известный факт, собственно говоря, что он любил блатную песню. То есть, откровенно блатную. Чем она была резче, тем лучше. Я не знаю, может быть, вы знаете или нет, есть такой певец, он живет в Тиеве, Гарик Кричевский. Он поет шансон, у него есть такая песенка «Мой номер 245». И его жена Анжела, она племянница Юрия Башмета. И в связи с этим Гарик Кричевский часто оказывался в одной компании с ним славом Ростроповичем. И однажды Мстислав Леопольевич попросил его записать кассету блатных песен. Ну, Кричевский, соответственно, такая величина просит. Они месяц выбирали джазовые аранжировки, отбирали все резкие, так сказать, песни и послали эту кассету. И когда она пришла, через месяц раздался звонок, где Ростропович своим грассирующим голосом, так сказать, я самые мягкие выражения приду, сказал «Старик». Ты что, одурел? Вот, я просил блатные песни, а не эту эстраду. Что ты мне писал? Сейчас, когда мы готовились к съемкам в студии, вы записали специально для нашей программы несколько номеров. И среди них, я краем уха слышал, это были бублишки знаменитые, одесские. Вот как его надо подать, аранжировать, чтобы это органично звучало на сцене рядом с тем же Брамсом, скажем? Вот это вопрос, скорее, может быть, к Сергею, который занимается аранжировкой. Я на самом деле думал, как из этой мелодии, которую все знают, как блатную песню, сделать что-то, чтобы мы могли подать публике. Мы все вместе работали над этой песней. Я принес скелет. Мы все работали, больше всех маэстро. По-моему, получилось. Это же прекрасная мелодия, чудные гармонические ходы, потрясающие. Вот относишься к этому точно так же, как ты сейчас играл Брамса, Бетховена или Бублички. Я не вижу, правда, честно, вопрос не понял. Разницы не вижу. Можно плохо это исполнить с плохим вкусом, а можно с хорошим. Да, но мне еще, мне кажется, такую вещь, что то, что у нас называется блатной песней на Западе, это течение называется, нет, Клезмер. И Клезмер, и мелодически это очень, естественно, соответственно, то брать, если слова, то элегантные вещи. Шаланды полные кефали. Вот сейчас я своим детям ставлю, чтобы они... Именно вариант Бернеса 43-го года, из фильма «Два бойца». Вот он реально ее поет гениально по стилистике. Вот как концерт Моцарта играет. Вот никакой разницы по выстроению фразы и по всему... Это с таким вкусом сделано, повторить это невозможно. А можно спеть плохо, и будет это уже, так что называется, блатняк. Можно и Моцарта сыграть. Да, и Моцарта можно сказать, отвратительно. В основном все-таки к интерпретатору все вопросы. Абсолютно. Ну музыка-то вся за них нота стоит. Разница-то какая? Вот правда не понимаю вопроса. У меня давно уже было. Хотя Бубличке скорее у нас получился блюз, чем... Да, но она такая чуть замедленная, да, как бы не совсем... Мы же хотели ее немножко в сторону блюза запустить, такого минорного. Нет, но это очень здорово, и предлагаю, конечно, послушать сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА